Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Руководитель МП благоустройства покидает свой пост. К кадровому решению привела проверка. Глава Самары Елена Лапушкина все выходные инспектировала, как чистят в городе снег и осталась недовольна работой. Бизнес предупредил о росте цен на отделочные стройматериалы. Подробности в новостях экономики. Дошли до суда безобвиняемого. В Самаре закрыли резонансное дело об убийстве Екатерины Пузиковой-Сакирской. Несмотря на временную нормализацию погодных условий, работы по уборке и вывозу снега по-прежнему ведутся в круглосуточном режиме. Насколько качественно подготовлен город к предстоящей неделе, в субботу и воскресенье проверила глава Самары Елена Лапушкина. Как оценила мэр состояние объектов уличной дорожной инфраструктуры и какие санкции ждут недобросовестные управляющие организации и профильные ведомства, расскажут наши корреспонденты. Ночь субботы на воскресенье – подходящее время для того, чтобы проводить уборку снега. На дорогах практически нет машин, на тротуарах и остановках почти безлюдно. Снегоуборочная техника работает в спокойном режиме. Качество уборки проверила глава Самары Елена Лапушкина. Особое внимание адресам, на которые жители жаловались в соцсетях. В их числе участок возле площади Мочелово, здесь на пресечении Енисейска и строителей, сразу три социальных объекта. Но к качеству уборки снега есть вопросы. Навести порядок мешают припаркованные автомобили. Глава Самары поручила наладить контакт с управляющим микрорайоном. Контакт с районом есть, с отделом ЖКХ Кировского района. Я думаю, можно будет договориться и мы устраним. Давайте, потому что школа, детский сад, поликлиника. Одинаковое место. Вообще, давайте вы вычищаете это все. Проверила Елена Лапушкина частный сектор в Кировском районе. Подходы к социальным объектам и остановкам, а также дороги на улицах пятой категории. Подрядчик отметил, что в ночь здесь работают 76 единиц техники. Из них 24 самосвала и 13 погрузчиков, а также порядка 30 дорожных уборщиков. Около 130 улиц пятой категории в Кировском районе. И каждая из них хочет, чтобы ее почистили в первую очередь. И мы это все прекрасно понимаем, так как для человека его улица самая главная, самая важная. И мы стараемся идти навстречу людям и стараемся, чтобы все были счастливы и довольны. Объехала глава Самары также промышленные советские Октябрьские районы. За уборку дорог и тротуаров здесь отвечает муниципальное предприятие благоустройства. Особо много обращений от самарцев было по аэродромной. Здесь из-за уже непроезжей части и плохо прочищенные тротуары. Руководитель предприятия отметил, что эти замечания уже взяли в работу и в ближайшие дни все будет устранено. Крайне осталась недовольная работа муниципального предприятия. Надеюсь, что руководители сделают правильные выводы и все-таки спланируют работу грамотно и ответственно. Глава Самары Елена Лапушкина продолжила объезд города и в воскресенье вечером. В Самарском районе мэр отметила проблемные места на нескольких улицах и поручила сделать акцент на расширении проезжей части, усилить уборку тротуаров и борьбу с наледью на скатных крышах. А на улице Степана Разина привести в порядок уличные лестницы для удобства пешеходов. Работа сегодня обязательно продолжается, потому что за одну ночь эти работы произвести очень сложно, потому что есть определенный технологический комплекс. И для того, чтобы он был сделан качественно, соответственно, это требует времени. Похожее поручение глава города дала и при осмотре Ленинского и Железнодорожного районов. Подводя итоги двухдневного объезда, Елена Лапушкина отметила, что улицы и остановочные павильоны почищены удовлетворительно. Однако замечания еще остаются. Достаточно серьезный разговор у меня сейчас состоялся с рядом руководителей. Остается у нас часть заужений. Очень серьезные надо заниматься вывозкой снега. Договорились с рядом предприятий еще дополнительно задействовать технику. Сегодня уже задействована часть техники. Основная часть, конечно, помощи выходит завтра. Уже утром в понедельник на очистку главных дорог города, внутриквартальных проездов, парков и скверов Самары вновь вышла техника и уборщики. Однако некоторые поручения, которые дала глава города по итогам объезда в выходные дни, были выполнены недобросовестно. Исходя из этого, на еженедельном совещании в мэрии было принято решение о кадровых перестановках внутри муниципального предприятия благоустройства. Организации работы никакой. Мы с вами вчера проговаривали про улицу аэродромную. Вы ее все чистите, все расширяете, все вывозите. Про Гагарина вообще молчу. Две центральные улицы для двух районов города, где у нас ходит общественный транспорт, где у нас много социальных объектов. Поэтому, Евгений Александрович, я думаю, вы сделаете правильные выводы. Я жду от вас заявления. Основными требованиями к профильным ведомствам по-прежнему остаются своевременная расчистка от снега дорог, тротуаров, расширение проезжих частей. На особом контроле главы города освобождение кровель домов от сосулек и наледи. Мне необходимо, чтобы вы проконтролировали очистку кровель. Сегодня в 11.30 все управляющие компании, с представителями прокуратуры я у себя собираю. Все ваши замечания отразили. Сегодня с утра у меня уже поехали просто змейкой по району. То, что наросло еще за выходные, все отметим. И я каждый адрес сейчас передам управляющую компанию, буду контролировать в течение дня. Пробелы с кровельной расчисткой, как оказалось, есть в каждом районе столицы региона. Работу порочно жестко контролировать главам внутригородских районов. И при необходимости она уже наступила привлекать к ответственности управляющей организации. Все понимают сложности. Но когда пошла вторая неделя, и когда мы с вами справиться не можем, нет больше аргументов перед людьми. Работу по расчистке города от снега нужно вести оперативно, в ежедневном усиленном круглосуточном режиме. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков в виде снега в Самаре не ожидается. Но работа продолжится с усилением штата. Необходимо привести в порядок все районы областного центра. И желательно до наступления весны. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. Февраль этого года продолжает устанавливать рекорды. За полмесяца выпало 160% от месячной нормы осадков. В прошлом году такое количество было зафиксировано за весь месяц. О борьбе с последствиями снегопада в выходные – следующий сюжет. Для расчистки дорог вышли 180 единиц техники и 230 уборщиков. Для наведения порядка во дворах – 2637 дворников и 117 машин. И это только в субботу днем. Но контроль за выполнением работ идет в ежедневном режиме. Каждое обращение от населения о необходимости ускорить и усилить работы по снегоуборке берется в отработку. Кроме того, работами охватывают участки, в отношении которых поступили предписания ГИБДД. Из-за припаркованных автомобилей и спецтехники приходится постоянно маневрировать с ювелирной точностью. Ну, посудите сами. Если я подъехал, мне не почистить, не толкнуть ничего невозможно. Приходится уходить просто с этого места, ехать на другое. Ждать пока здесь освободиться. Осложняет ситуацию высокая заболеваемость сотрудников муниципальных и подрядных организаций. Болезнь механизаторов и водителей – это 71 человек. Я не говорю о дорожных рабочих. Я говорю, эту категорию заместить просто так на щелчок, на свисток не получится. Это, я говорю, не в оправдание, а для понимания ситуации. Но, тем не менее, темпы и объемы расчистки города от снега не снижаются. В выходные упор сделали на удаление валов с автодорог, расчистку тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок. Содержание уличной дорожной сети города возложено на три крупные подрядные организации. Обслуживанием Самарского района занимается ЭКОМЕД Кировского, Кедр-1. Муниципальное предприятие благоустройства содержит оставшиеся семь районов. Так, в Кировском районе на борьбу с последствиями снегопада вышли 45 единиц техники. У Кедра основные сейчас задачи – это по улице Ташкентской расширение проезжей части уборка валов, очистка тротуаров. Дальше у них задачи на сегодняшний день – это по улице Победы, их участки расширения в районе улицы Елизарова, Енисейской, Дальневосточной. То есть это потоки движения именно в Кировском районе, которые соединяют практически основные узлы района. В Самарском районе работали 15 единиц техники, привели в порядок Самарский Арбат, Ленинградку, а также пешеходные спуски. Уделили внимание бригады МП «Благоустройство» остановочным пунктам, прилегающим к Крымской площади. Этот крупный пересадочный узел соединяет железнодорожный район с историческим центром города. Таким образом, днем в воскресенье крупнейшая подрядная организация вывела на уличную дорожную сеть в семи районов 101 единицу техники. Общественные территории тоже продолжают приводить в порядок. Доля выполненных работ в части расчистки пешеходных дорожек составляет в скверах 70%, в парках 80% и практически 100% на Самарской набережной. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Ольга Хомракулова, Николай Сидоров, Константин Головин. События. В Самарской области снижается заболеваемость коронавирусом среди детей. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. За неделю на 36% реже стали болеть дети в возрасте от 7 до 14 лет. На 28% реже заражаются подростки 15 и 17 лет. Снижению заболеваемости способствовало введение дистанционного обучения, перенос недельных каникул, запрет на посещение культурных, развлекательных и массовых мероприятий для детей. Меньше болеют работники транспортной отрасли, а вот среди сотрудников сфер ЖКХ, образования, здравоохранения, услуг наблюдается рост числа инфицированных. Руководителям учреждений и компаний необходимо позаботиться о здоровье в своих коллективах, принять исчерпывающие меры защиты сотрудников и посетителей, заявили члены штаба. Единственным надежным оружием в борьбе с коронавирусом остается вакцинация. Всем, у кого с момента прививки прошло полгода, предлагают ревакцинироваться. Как проходят прививочные кампании, расскажем в сюжете. Юрий Новиков работал в скорой помощи, понимает, насколько важно заботиться о своем здоровье и делать это вовремя. Прививку от коронавируса сделал год назад. Сейчас пришло время ревакцинироваться. Вообще у меня никогда не было сомнений никаких. Тем более сейчас это ковид, лучше от него вакцинироваться. Я говорю, что это надо. Ну, сами должны понимать. Все-таки взрослые люди. Но, как оказалось, понимают эту необходимость не все. Несмотря на большое количество желающих сделать прививку от недуга, уровень вакцинации от ковид-19 в регионе еще не достиг планового. Сейчас привито немногим больше половины жителей губернии. Повторную вакцинацию прошли 45,7% от плана. За прошедшую неделю прививку от коронавируса сделали 12 тысяч человек. Это меньше, чем неделей ранее. Работа идет в круглосуточном режиме, включая субботы, воскресенье, включая праздничные дни, для того, чтобы у всех была возможность посетить наш круглосуточный кабинет. Вопрос по ревакцинации стоит очень остро, очень актуально, потому что по многим регионам сейчас звучит информация, что снижается коллективный иммунитет. Мы никоим образом не должны этого допустить с учетом той ситуации эпидемиологической, которая есть на сегодняшний день. Мы не знаем, как повезет себя вирус SARS-CoV-2, сколько еще штаммов будет. И поэтому поддержание и увеличение коллективного иммунитета является очень и очень важной задачей. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. В то же время продолжается прививочная кампания от гриппа. Показатели по ней доходят до 76%. Областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции поручил в самое ближайшее время наладить в регионе работу по активизации темпов вакцинации. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, События. В Самаре продолжаются проверочные рейды в общественном транспорте. На прошлой неделе количество нарушений составило абсолютный максимум с начала проведения таких проверок. Самарцы все чаще пытаются проехать в автобусе или трамвае без маски. Подробности в нашем сюжете. 80 проверок в неделю. Следят, чтобы у каждого пассажира общественного транспорта была маска. Режим усиления сохраняется, чтобы не допустить распространение опасной инфекции. Только за последнюю неделю оформлено 84 административных материала в отношении правонарушителей. Это абсолютный недельный антирекорд за все время организации рейдов с осени 2020 года. Всего же с начала 2022 года составили больше 320 протоколов. В случае, если пассажир отказывается надевать маску, ему предлагают покинуть транспортное средство. А если он этого не делает, сотрудники полиции составляют протокол. Автобус на это время приостанавливает движение. Продолжить свой маршрут общественный транспорт может только в случае, если все пассажиры будут в масках. Наши граждане не все проникаются необходимостью ношения масок. И на сегодняшний день в условиях, особенно последнего штамма вируса, это средство, как маска, оно является самым эффективным. И об этом говорит и главный санитарный врач Российской Федерации. Поэтому мы призываем всех граждан, кто пользуется общественным транспортом, соблюдать масочный режим в обязательном порядке. Для кого использование городского пассажирского транспорта не является первостепенной необходимостью, все же просят воздержаться от поездок. К группе риска прежде всего относятся люди преклонного возраста, с системными хроническими заболеваниями, с симптомами респираторной инфекции, а также беременные. В связи с новыми ограничениями часть школьников сейчас находится на дистанционном обучении. На это время многие из них общественным транспортом не пользуются, хотя и имеют на руках пополненные безлимитные карты. Родители обратились к единому транспортному оператору с просьбой перевести средства на следующий месяц. Если школьник не совершил ни одной поездки по безлимитной транспортной карте, вы можете перенести данные поездки на другой период. Для того, чтобы перенести поездки, необходимо либо позвонить единому оператору на единый номер телефона, который указан у нас на сайте, либо в соцсетях, либо приехать к нам в офис. Это касается не только школьных карт, но и студенческих, и социальных. Обратиться за переводом можно до 20 февраля. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Наш выпуск продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория, уважаемые телезрители. Бизнес предупредил о росте цен на отделочные стройматериалы. С чем это связано? Расскажу через минуту, а пока поговорим об ипотечных ставках. Банк России пытается стабилизировать национальную валюту всеми возможными способами. Напомню, в пятницу Центробанк резко повысил ключевую ставку сразу на 1% пункт до 9,5% годовых. Повышение стало восьмым подряд с марта прошлого года, когда регулятор на фоне пандемии коронавируса и всплеска инфляции решил поднять ставку с рекордно низких 4,25%. Рост ключевой ставки потянет за собой повышение кредитных ставок. Что касается ипотеки, то, по мнению экспертов, в этом году проценты будут увеличиваться и, возможно, не раз. Аналитики прогнозируют, что с текущих 10% ставки по ипотеке вырастут в первом полугодии до 12% или даже до 14%. Это приводит к снижению спроса. По словам экспертов, покупка жилья становится для многих недоступной. Самарская область вошла в десятку регионов с высоким качеством жизни. Рейтинг строится на основе комплексного учета 67 показателей, куда входит развитость инфраструктуры, экономики, социальные сферы. Первые позиции по итогам прошлого года занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка регионов лидирует уже в течение многих лет. Далее с весомым отрывом Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. И впервые в первой десятке оказались Самарская и Нижегородская области. Самарский регион за год с 16-го места попал на 9-е, а Нижегородская область с 13-го на 10-е. В аутсайдерах по качеству жизни Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край и Республика Тыва. Бизнес предупредил о росте цен на отделочные стройматериалы, древесные плиты до 10%. Причина – в вероятном увеличении ввозной пошлины на компонент для их производства с 5 до 20%, сообщили в Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России. Поднять пошлины рекомендовала Евразийская экономическая комиссия. Любое увеличение затрат на составляющие стоимость стройматериалов – это негативный фактор для отрасли. Доллар растет на новостях о ситуации вокруг Украины. Утром в понедельник курс американской валюты превысил на торгах 78 рублей впервые с конца января. Но на 15 февраля Центробанк установил следующие курсы валют. Доллар 76 рублей 58 копеек, американская валюта прибавила рубль 59 копеек. Евро 86 рублей 85 копеек, европейская валюта выросла на рубль 49 копеек. Черное золото тоже взлетело в цене – 94 доллара 80 центов дают за баррель нефти Brent. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре закрыли резонансное дело об убийстве Екатерины Сакирской-Пузиковой. По соглашению сторон точку в запутанной и трагической истории поставил Ленинский суд. На заседание побывала Мария Левина. По иронии судьбы, эта история, полная страстей и таинственных смертей, закончилась в день всех влюбленных. 14 февраля Ленинский суд Самары поставил точку в резонансном деле, участников которого уже нет в живых. Напомним, 32-летняя Екатерина Пузикова много лет сама была фигуранткой дела об отравлении бывшего мужа, банкира Дмитрия Пузикова. В 2015 году ее признавали виновной в убийстве, затем приговор отменили. Другой ее бывший муж Алексей Рисков в июле прошлого года опубликовал в соцсетях видео с признанием о том, что якобы дал взятку в 15 миллионов рублей работнику суда. Это оправдание Екатерины. На следующий день после этого девушку нашли мертвой. Убийство заподозрили Рискова. По версии следствия, он нанес Пузиковой не менее 57 ударов топором. Было возбуждено уголовное дело. Рискова отправили под стражу, но вскоре нашли мертвым и его в областной соматической больнице УФСИН. Уголовное дело об убийстве Пузиковой с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Сестра Рискова была не согласна с приговором погибшему брату. Прошло меньше месяца и от сестры обвиняемого поступило заявление о прекращении дела. Я понимаю, что учитывая, что судимый Рискова умер 20 июля 2021 года, близкий родственник Рискова, сестра землянская, не возражает против прекращения дела. В случае, так возможно, в соответствии со статьей, пункт 4, части 1, статьи 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, прекратить уголовное дело в отношении Рискова в связи со смертью. В ходе судебного заседания от представителя обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого Рискова. Прокуратурой района и представителями потерпевших не возражали против прекращения уголовного дела по пункту 4, части 1, статьи 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть и со смертью обвиняемого по неребендеющим основаниям. С решением суда согласились все стороны процесса. Заседание шло меньше часа. В суде было оглашено ходатайство его родной сестры, признанной законным представителем о том, чтобы дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого или подсудимого Рискова. То, соответственно, это единственное возможное решение в силу закона, которое могло состояться. Представители, потерпевшие, вправе подать апелляционную жалобу, но со слов их законного представителя смысла в такой жалобе нет. Мария Ильевна, Николай Сидоров, События. Далее, коротко о других темах дня. Минпромторг доработал проект постановления правительства о введении маркировки электронных устройств. Эксперимент планируется запустить уже с 1 марта. К нему могут добровольно подключиться производители и импортеры товаров 26 категорий, среди которых смартфоны, ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры и печатные платы. Однако основные вопросы вызывает не сама по себе маркировка, а вводимый вместе с ней утилизационный сбор. По мнению экспертов, он ляжет на плечи покупателей. Самарские таможенники в Курумыче изъяли у пассажирки шкуру нильского крокодила. Женщина, летевшая из Хургада в Самару, не смогла предоставить на ценный товар документы. А в соответствии с российским законодательством, подобные товары ограничены к перемещению через таможенную границу и подлежат обязательному декларированию. Шкуру крокодила изъяли, а материалы дела направили в транспортную полицию. Аналитики отметили снижение популярности Дня Святого Валентина в России. За 15 лет этот показатель сократился в 4 раза. В этом году только 12% россиян собираются отмечать праздник. При этом в 2007 году таких было 50%. Тем не менее, каждый третий мужчина, состоящий в браке или отношениях, в День Святого Валентина собирается подарить любимой женщине цветы. В Самарском зоопарке в День всех влюбленных подвели итоги голосования за лучшую семейную пару из мира животных. Выбирать самых романтичных обитателей вольеров можно было как в самом зоопарке, так и на его странице в соцсетях. Всего в конкурсе поучаствовали 7 пар. Лучше признали Тигров, Кактуса и Кассандру. Они получат памятный знак сердечка и любимое лакомство. Хоккеисты ЦСК ВВС одержали пятую победу в сезоне. Дома летчики одолели Рязань. Подняться с последнего места в турнирной таблице ВХЛ это не помогло. Но команда старается закончить сезон на мажорной ноте. Об этом и других новостях в нашей спортивной рубрике. ЦСК ВВС одержал пятую победу в чемпионате. Самарцы в сложнейшем матче дома одолели Рязань. Герой матча, безусловно, стал вратарь хозяев Владислав Акаряк. Гости пробили голкиперы самарцев лишь один раз. На 25-й минуте большинство реализовал Сараев. Самарцы очень быстро сравняли. На 29-й минуте цели достиг кистевой бросок Холоденина со средней дистанции 1-1. А затем гостей подвела дисциплина. Одновременно сели в штрафной бокс Смолин и Сараев. И Жирнов на 33-й минуте реализовал огромное численное преимущество 5 на 3. В третьем периоде Акаряк продолжил свой феноменальный матч. Поймавший кураж голкипер в итоге отразил 36 бросков. Его оппонент не уступал, а потому больше заброшенных шайб не было. 2-1 победа ЦСКА ВВС. Баскетболисты Самары и Темп Сумзу ГМК в Ревде провели первый матч финальной серии Кубка России. Команды игру начали нерезультативно. Первая четверть завершилась 11-10 в пользу самарцев. Во втором игровом отрезке уральцы стали лучше попадать издали, благодаря чему добыли себе преимущество в 9 очков. После перерыва волжанам не удалось сбить кураж хозяев, которые еще больше оторвались в счете. Лишь после того, как разница стала больше 16 очков, самарцы начали погоню. Завершилась она почти успешно. Самара сократила разницу до 3 очков. 71-74 поражения в первом матче. Второй матч серии состоится в Самаре 20 марта. Победитель противостояния и обладатель Кубка определится по общей сумме набранных очков. Биатлонист Эдуард Латыпов из Самарской области стал двукратным олимпийским призером. На зимних играх, которые сейчас проходят в Пекине, накануне состоялась биатлонная гонка-преследование у мужчин. Эдуард выходил на старт 11-м с отставанием от лидера в 1 минуту и 14 секунд. К последнему огневому рубежу россиянин подходил с шансами на золотую медаль, но промахнулся. В итоге он стал третьим. Это его вторая бронзовая медаль на этих играх. Первую он завоевал в составе национальной команды в смешанной эстафете. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самарагис, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»